С вами право на право, программа о людях, законе и о том, что за справедливость стоит бороться. В студии Дарья Вершилинка. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинские правоохранители пресекли схему продажи поддельных результатов тестов на коронавирус для пересечения линии соприкосновения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Справки с негативным результатом теста на коронавирус без проведения исследований изготовлял и продавал житель Луганской области. 59-летний мужчина в интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок. Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста – 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила около 300 тысяч гривен, сообщили в полиции. В Тернопольской области разоблачили преступников, вымогавших почти 7 миллионов гривен у предпринимателя, причем в криптовалюте. В противном случае они угрожали физической расправой ему, его семье и даже в качестве устрашения подпалили два его магазина. Бизнесмен обратился за помощью в полицию, и вскоре оперативники подразделения стратегических расследований вместе со следователями и кордом одели наручники на всех трех вымогателей. Организатором группировки оказался 25-летний врач, пытавшийся таким образом заработать за пределами медицинской практики. В тестовом режиме запущен новый электронный сервис Государственной миграционной службы Украины. С его помощью можно получить перечень документов, необходимых для оформления украинского гражданства по праву рождения или по территориальному происхождению. Сервис предлагает пошаговую инструкцию для претендента на украинский паспорт, а затем формирует пакет необходимых документов для подачи в территориальное миграционное подразделение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства связи, которые используют мошенники в корыстных целях, правоохранители и тюремщики отбирали как в камерах, так и при попытках пронести их на территорию исправительных учреждений. Насколько эффективна такая тактика борьбы с уже осужденными мошенниками и как, из мест лишения свободы, они умудряются совершать даже крупные международные преступления? В сюжете Николая Резника. Эта барабанная дробь – протест заключенных одной из колоний Донбасса против обысков в их камерах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трем осужденным. Донецкая областная прокуратура объявила о подозрении в мошенничестве. Делки размещали в интернете фейковые объявления и обогащались за счет доверчивых покупателей. Человеки размещали оголошения на разных интернет-ресурсах про продаж неисправительных товаров. После отримания грошовых костей на банковские карты злоумышленники выключали мобильные телефоны. Всем троим подозреваемым грозит до трех лет дополнительного срока. Тем не менее, каждый день на уловки мошенников продолжают попадаться десятки граждан. И хорошо еще, если преступники работают с подконтрольной Украине территории. Дотянуться к тем, кто терроризирует граждан с оккупированной части Донбасса. Украинское правосудие пока не может. Оперативная информация, которая была на тот момент, когда я еще работал, она говорила о том, что администрация этих тюрем, которые остались на оккупированных территориях, она никак с этим не борется, а в некоторых даже наоборот поощряет этот вид телефонного мошенничества. Владимир Мелюхов проработал в пенитенциарной системе почти 25 лет. Интересуемся у него, как же попадают в исправительные учреждения запрещенные предметы, в том числе средства связи. Самый распространенный канал поступления запрещенных предметов – это переброс через основное ограждение тюрьмы. Родственники, знакомые подъехали под забор тюрьмы и в обусловленное место кинули сверток с мобильными телефонами. Осужденный подбирает и идет с ним. Быстро припрятать запрещенный предмет помогают архитектурные особенности украинских тюрем. Если территория большая, а в дежурной смене всего с десяток человек охраны, сделать схрон проще простого. Даже обыски на территории тюрьмы бывают неэффективны. Да прячут где угодно, закапывают в землю. Различные лезут на чердаки, прячут в подвалы, прячут в матрасы. Одно дело ты обыскиваешь, как в Европе, одна двухместная камера, где один человек, маленькое помещение, там камерное содержание, там нет барачных, казарменных условий, как у нас. У нас, объективно, это очень тяжело в нынешних условиях. По украинскому законодательству осужденные могут звонить, в том числе с использованием мобильных телефонов. Но это должно быть под контролем администрации и в специально отведенных местах. Естественно, с надзирателем за плечом никакого телефонного мошенничества не совершишь. Хотя нельзя отрицать и случаев, когда в сговор с заключенными бывает вступают и сами сотрудники администрации колонии. Например, этот сиделец так и говорит во время обыска. Что это за дела, говорит? Откуда тут запрет, говорю? Значит, носят администрации, откуда он берется? Однако из общего числа незаконных передач предметов, тех, в которых пособниками выступают сами тюремщики, не так много, рассказывает Владимир Мелюхов. Ну, это в среднем процентов 5, потому что за это надо платить недобросовестным сотрудникам, оплачивать их услуги. Впрочем, есть среди уголовников каста, которая способна оплатить практически все. Так называемые уголовные авторитеты и воры в законе. Элита преступного мира. Могут за пронос телефона предлагать младшему инспектору, у которого зарплата, образно говоря, 10 тысяч гривен, совершенно баснословные деньги. И, скажем так, это будет очень серьезный соблазн для того, чтобы нарушить человеком присягу. Уголовный мир испокон веков устанавливал на зоне свои порядки. По признанию самих тюремщиков, большая часть исправительных учреждений в Украине – черные, то есть те, которые управляются под так называемым воровским понятием. Это гулаговское наследие, которое нам досталось. Естественно, конечным бенефициарам и выгодополучателям всех процессов в тюрьме, денежных, финансовых, которые идут через мошенничество в том числе, являются вот эти лица. «Тюремные кассы – один из каналов наполнения воровских общиков», рассказывает экс-руководитель спецотдела по борьбе с ворами в законе ВУБОП МВД Украины Виктор Ремский. Сюда входят доходы от уже упомянутого телефонного мошенничества и прямые поборы заключенных. «Основное наполнение общика – это, конечно, совершение преступлений, это раз. А второе – это то, что, если это заработка, можно назвать, зарабатывается на зонах, где соответствуют те же самые смотрящие на зонах, которые сидят. Это игра в карты, шахрайство, там же они разводят тех же сидящих бизнесменов и так далее». Украина после принятия закона о противодействии преступным сообществам ужесточила борьбу с ворами в законе и их приспешниками. В том числе она должна коснуться того, что происходит в местах несвободы, а именно преступных действий, которые координируются и с тюрем. Отметим, что уже есть и первые результаты. В Донецкой области на скамье подсудимых оказались сразу пятеро уголовных авторитетов. Указанные изменения дали возможность до притягивания до криминальной ответственности людей, которые благодаря собственному авторитету действуют координацию злочинной деятельности. Пяти субъектов повышенного злочинного вплива сообщили о подозрении о совершении злочинного собрания. Интересно, что суд рассмотрит дело в отношении четверых заключенных, отбывавших наказание в Селидовской колонии, а также в отношении жителя Донецкой области по прозвищу «Мозг», который принимал участие в сходке при помощи мобильного телефона. На этой сходке они распределяли сферы злочинного вплива, они пытались распределить общак. В этой сходке взял участие так называемый смотрящий за одним из мест Донецкой области, который отвечает за общак, а также безусловно общаются с ворами в законе, которые попали до санкционного списка РНБО. По оперативным сведениям, мозг должен был решить все наболевшие вопросы в колонии, в частности, переназначить смотрящего. Но теперь, в случае обвинительного решения суда, сможет и сам наблюдать за исправительным учреждением изнутри. В этом плане работы у правоохранителей – непочатый край. Тех, кто контролирует украинские тюрьмы, еще много, и они пока на воле. Взять хотя бы известного в узких кругах гимнаста. Правая рука вора в законе – Лёры Сумского, который нынче в бегах, по некоторым данным, и сейчас контролирует тюремные общаки на Сумщине. Впрочем, ни один из авторитетов уже не может спать абсолютно спокойно. Только в этом году за распространение преступного влияния объявлено о подозрении более 70 лицам. Среди последних – так называемый «смотрящий» по Белоцерковской колонии номер 35 и его сообщники. Их подозревают в распространении преступного влияния и организацию канала сбыта наркотиков. Очень активно идет работа органов нацполиции, в частности, департамент стратегических расследований. Объявляются подозрения и изобличается преступная деятельность смотрящих за тюрьмами. Раньше этого не было. А недавно сотрудникам главного управления СБУ в столице и прокурорам Киевской области удалось пресечь наполнение преступного общака в особо крупных размерах. Канал контрабанды кокаина с ежегодным товарооборотом в 2 миллиона долларов США через аэропорт Борисполь пытался наладить заключенный из Винницкой колонии, осужденный пожизненно. Снова с помощью мобильного телефона и даже компьютерной техники. Организатором этой схемы был довечно увязненный граждан Украины. Вин соби с помощью телефонов и планшетов подшуковывал людей, які были виконавцами. Курьерами обычно были люди, испытывающие материальные трудности. За кокаином ездили в Южную Америку. Один из них перевозил в своем чемодане почти килограмм вещества. Мережа была досить разгалужена. И зараз наразе следствие еще встановлюе додатково осіб, які брали участь также в этих курьерских воежах. Как ограничить использование заключенными мобильных телефонов в преступных целях? Вопрос простой только на первый взгляд. Владимир Мелюхов считает, что идеальным вариантом было бы уйти от барачной системы исправительных учреждений. Но это не быстро и слишком дорого. Намного реальнее заглушать несанкционированные сигналы. Мы в мгновение ока не перестроим все тюрьмы, потому что мы понимаем, что это нужен огромезный бюджет. Только техническое оглушение сигналов в тюрьме. Покупка соответствующего оборудования, использование его. Есть соответствующие комплексы на рынке. Это все можно сделать. Однако на это надо финансировать. Объективно требует финансовых вливаний и сама государственная уголовно-исполнительная служба. Пока что зарплата ее сотрудников самая низкая среди правоохранительных органов страны. А ответственность, напротив, высока. Это самая стрессовая работа, понимаете. Я непосредственно проработал в тюрьмах, именно в колониях, в двух колониях 8 лет. Очень сложно. А некоторые люди работают там по 25, по 30 лет. Понимаете. Кроме того, что это психологически непросто. Пока не будет приведено хотя бы денежное содержание до полиции, других правоохранительных органов, там будет сохраняться сложная обстановка с персоналом. И больше того, там очень страшный некомплект. Потрібно менять нам подходы в государстве, взагалі до виправных колоний, и до их состояния, и до того, как в середине это все происходит. Если мы заблокуем и не даем возможности саме там, на зонах, расповсюдживать этот влияние, то тогда и не будет самого Института злодей в законе. Потому что они, как таки, сами от соби отсохнут и отпадут. Они не нужны будут. Там между собой нехай тягаются, пробуют чиняти злочин, якщо зможуть, и все. 98 уголовных дел заведено нацполицией с момента принятия закона об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом. Этот документ ввел в законодательное поле понятие «вор в законе». Почти половина дел на данном этапе уже в суде, не за горами, и первые приговоры. Откуда вообще взялись воры в законе? Сколько денег во всеукраинском общаке? Кого судит украинская эфемида? А кто все еще мастерски ускользает от правоохранителей? Смотрите прямо сейчас. Дед Хасан – криминальный авторитет, чье влияние в 90-х и 2000-х распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и даже Западной Европы. Его называли одним из самых могущественных уголовных лидеров в истории. А на похороны 8 лет назад съехались тысячи людей. В таких краях, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, его там встречали на ревне премьеров, президентов с хлебом с селью, и никому даже в голову не приходило, что его можно затримать. Виктор Ремский – один из немногих, кто собственноручно задерживал деда Хасана в Украине. Дело было в 2010-м в аэропорту Борисполя. Когда пришел к владею Виктор Федорович, тогда он решил приехать в Украину, и я так понимаю, восстановить свои впливы на определенные процессы. О спецоперации знало минимальное количество человек. А вскоре после задержания, на тот момент руководителю спецотдела по борьбе с ворами в законе ГУБОП МВД, начали поступать на зойливые звонки. В итоге авторитета выдворили из страны, но в целом ситуация с оргпреступностью оставалась напряженной. Квартирные кражи, угоны автомобилей и торговля наркотиками – далеко не полный перечень деятельности преступных групп, руководимых ворами в законе. У нас были годы, когда мы за год 25-29 злодей в законе загально там выдворяли. Звычайно, до криминальной, безусловно до криминальной ответственности притягнуть злодей в законе у нас было достаточно тяжело. Это нужно было задокументировать безусловно его на в законе злодей, а на выполнение какой-то роли. С 2020 года Украина применяет другой подход к преступным генералам. В Уголовный кодекс, к примеру, введены понятия «преступное влияние» и «сходка». Таким образом, их инициаторов теперь не только задерживают и выдворяют, им грозит реальный тюремный срок. Среди 101 лица, которым ныне объявлено о подозрении авторитеты разного ранга, в том числе наивысшего. Пять людей, это вори в законе, мы их можем назвать это Умка, Лаша Сван, Кама Московский, Гега Озургецкий, он сейчас находится в тюрьме. И еще одна особа, которая была сообщена о подозрении, это так называемый Андрей Львовский или Андрей Неделя. Андрея Львовского или «Неделю» Украина пылко ждет домой. В этом году его задержали в Болгарии при попытке пересечь ее государственную границу. Украинские полицейские начали процедуру экстрадиции. Неделю называют одним из заведующих украинским общаком, то есть фондом, куда стекаются все преступные доходы. По словам Виктора Ремского, сегодня он составляет несколько миллионов долларов. Долгий час его контролював Львовский Андрей. Он же неделя частину этого злодейского общака он все-таки контролирует, а другую часть контролирует Умка и Нодар. Сегодня, по моей информации, он коливается в районе 5-6 миллионов долларов. Что взяти суммарно. Это немного существенная сумма, но, поверьте, сравненно с тем, что происходит в России, это копейки. Весьма интересно, что, по словам бывшего оперативника, украинские воровские деньги не имеют ничего общего с российскими. На данный момент среди воров в законе, которым объявлено о подозрении в Украине, только один не за решеткой. Печерский суд изменил меру пресечения на домашний арест так называемому Умке, который, по оперативным данным, контролирует преступные кланы в нескольких регионах Украины. Прокуратура подала на такое решение апелляцию, но снова проиграла. В полиции говорят, комментировать решения судов не могут, однако со своей стороны предпринимают все необходимые меры. Мы все живем в правовой державе, поэтому у каждой особи есть право оскаржить в судовом порядке любые решения. Нам известны все люди, которые могут так или иначе впливать на какие-то процессы в определенном регионе. Они все в фокусе нашей внимания. Впрочем, некоторые воры в законе после объявленной им войны просто покинули территорию нашей страны. Еще часть не сможет сюда вернуться из-за санкций, введенных против них Советом национальной безопасности и обороны. Теперь они как-то авторитетные Лера Сумской или Антимос из ГОИ. Для них очень больно быть поза межами тієї территории, на которой он хотел контролировать або определенные группы, або совершить определенные злочины. Почему? Потому что у них также очень большая конкуренция в своих кругах. Я считаю, что защита для них двигаться в той или иной территории и невозможность – это уже большие достижения. Такой путь в свое время прошла Грузия. Посол Украины в этой стране Игорь Долгов проводит параллель с грузинскими событиями 16-летней давности. Тогда, после принятия соответствующего закона, воры массово покидали страну. Почему у нас такое количество сейчас, причем такие большие списки вот этих криминальных авторитетов? Потому что, когда здесь было принято это законодательство, естественно, многие из них скрылись от правосудия. В том числе и в Украине. Есть у грузинских коллег украинских правоохранителей и еще один интересный опыт. В свое время всех воров в законе, пребывающих в стране, они поместили в спецтюрьму, где они могли контактировать только с такими же авторитетами и не могли распространять свое влияние. Стоит ли применять такую идею в Украине – вопрос открытый. Тюремщики в основном за. Я, конечно, за. Потому что, ну, как говорил Глеб Голов, вор должен сидеть в тюрьме. Их, естественно, надо изолировать. Для них надо готовить отдельное подразделение, в том числе его оборудовать вот этими техническими средствами подавления мобильных сигналов. Туда надо тщательно подбирать персонал, потому что сами понимаете, какие могут быть коррупционные риски. Однако на официальном уровне такой вопрос пока не поднят. Правоохранительная система продолжает борьбу с явлением воров в законе. И когда есть четкая цель, результат обязательно будет. Наша главная задача на першем этапе – это послабить этот злочинный влияние и в дальнейшем ликвидировать вообще такие явления, как вор в законе. Мы не прекращаем работу. Вона проводится стосовно всех субъектов подвищенного злочинного влияния. Это и воры в законе, и смотрящие, и такие, как положенцы. Их много. Как на воле, так и в местах позбавления воли. И у нас в студии Елена Высоцкая. Лен, спасибо, что вы сегодня с нами. Вопрос по поводу воров в законе в исправительных колониях. В Грузии был опыт, когда их в отдельную тюрьму как бы сформировали, и они там свой срок отсиживали. Но этот опыт в Грузии не получилось. В России получилось. По какому пути пойдет Украина, и почему воры в законе, они так опасны для других людей, которые отбывают наказание? Ну, действительно, они опасны. Они опасны как и на воле для людей, для нас всех, так и опасны, становятся опасными субъектами в месте несвободы. У них все равно есть влияние. Они в своей субкультурной, вот этой преступной иерархии занимают высокое положение. Поэтому кто-то прямо считает, что он служит им и так далее, выполняя их приказы, скажем так. Поэтому это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или саму администрацию учреждения, или влиять на других людей, которые находятся и отбывают там наказание. То есть из-за такой системы глобальной, которую они делают, да? Да. Они влияют даже на руководителей тюрем? Ну, мы допускаем, что да. Поэтому, чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут это сделать. И здесь комплекс мероприятий, то есть с одной стороны технические средства, усиленные, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и так далее. Которая будет стоять в отдельных колониях или тюрьмах, да? Ну, она будет стоять пока в отдельных, только потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждения, у нас пока нет на это средств. Поэтому начинаем с самого опасного такого сегмента, как вот как раз статьи, так званные статьи за вор в законе. А когда уже появится такая отдельная тюрьма, в которую переедут эти люди? Вот мы сейчас работаем с Министерством внутренних дел, поиском таких преступников и над процессуальным сопровождением, чтобы привлекать их за это к ответственности. Ну, а наша работа заключается в том, чтобы создать условия, при которых там не будет для них жизни с полномочиями, скажем так, вот этими воровскими, а все-таки это будет отбывание наказания в месте лишения свободы. И для того, чтобы создать эти условия, сейчас мы работаем над тем, чтобы хотя бы в Украине два учреждения создать вот с таким специальным статусом и проработать все технические средства, проработать эмоциональные, психологические состояния персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами для того, чтобы и их пытаться ресоциализировать. А какие вы вот прощупывали, просчитывали риски, связанные с тем, что это же лидеры, да, по натуре, люди, скорее всего, с одинаковым там психоэмоциональным состоянием, даже психотипы одинаковые. Вот если их в одно место всех поместить, что будет в результате об этом? Ну вот поэтому такое высокое требование к технической, к безопасности, прежде всего, такого учреждения, то есть это камерный тип содержания, это не просто общежитие, где все могут находиться вместе, то есть это изолированные помещения, а это дороже для государства содержать такие учреждения. Это технические средства, вот видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Поэтому все направлено на то, что мы должны быть современным таким учреждением, вот особенно по отношению к таким людям. И когда появятся такие две тюрьмы в Украине? Мы рассчитываем на то, что мы будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году. Увидимся ровно через неделю. Смотрите «Право на право», чтобы знать больше и обезопасить себя и своих родных. Мы ждем ваших обращений на почту правонаправо, собачка, канал Дом ТВ. Также оставляйте свои комментарии и вопросы под нашим видео в Ютюбе. Мы постараемся сделать все, чтобы вам помочь.